Сегодня корреспонденты ТАО побывали на лесном кладбище, где по одну сторону дорожки покоятся люди, а по другую животные. Лесное кладбище активно эксплуатируется, хоронят и прихоранивают. Чтобы увеличить полезную площадь, велено даже все оградки снести, чтобы хоронить и между могил тоже. Хоронят людей и собак. У входа заполученный участок, где людей хоронить не будут никогда, потому что болото так заверило руководство кладбища. На этом участке в землю складывают собак, птиц и, наверное, иную живность. Более десятка животных могилок устанавливают даже памятники, голубенькие небольшие пирамидки, некоторые даже с персоналями, истатам или полкам. Самая свежая могилка Гриша, похороненной 25 января сего года, наверное, и собака, судя по размерам могилки. А может быть и нет. Памятник с мертвой розочкой. Самое богатое захоронение принадлежит попугаю Гоши. Гошина могилка увенчана металлическим блестящим памятником и мраморной доской, где выдал, блин, портрет попугая и надпись Гоша. Даты смерти рождения отсутствуют. Со слов кладбищенских служащих, попугай из богатой могилки принадлежал кладбищенскому служащему, установщику памятников. Есть такая специальность – установщик. По уверению кладбищенского начальства за места, чтобы собачьих хоронить никто не платил, памятнички пирамидки подобраны со свалки. Участок болота с животными могилами, пепелище, заваленное мусором. Погорела сухая трава, это, кстати, о лесных пожарах. Слева собаки, а справа люди. 88-89-90-е годы захоронения. В Тау звонят и возмущаются телезрители. Рассказывают про реакцию священнослужителей. Ужас назвал совместное захоронение некий батюшка. Святое писание именует места упокоения святые места. Соглацуется ли с этим закапывание собак и попугаев? Субтитры создавал DimaTorzok